Актерская карьера известного хореографа Действие спектакля «Девушка для прощания» происходит в Нью-Йорке примерно в 70-х годах И пока на сцене работают над содержанием, несколько театральных цехов трудятся над обликом спектакля Это макет одной из ключевых конструкций серой кирпичной стены Которая должна получиться высотой 6 метров Работы над ней ведутся в декорационном цехе Вот, например, красят трубы На этапе создания стена выглядит как 28 фанерных листов по полтора метра Формы кирпичей, у которых вылеплены из жидких обоев В эти же минуты за полторы тысячи километров от Волковского В белградском драматическом Валерий Кириллов ставит повесть Распутина «Последний срок» Декорации уже готовы и спектакль отработан Премьера 20 февраля Ярославский режиссер доволен опытом работы с сербскими актерами Если бы не трудности перевода В одной из сцен пришлось даже заменить традиционные русские пельмени на сербскую питу Сидим мы бабы кругом и лепим пельмени Все сразу понятно Для Европы и для Сербии слово «пельмени» оно вообще не переводное Дальше сербские женщины, сербские глумицы, актрисы спрашивают у меня Валерий, господин Кириллов, а почему сидят бабы и лепят итальянские равиоли? Пока повсеместно готовятся премьеры, повседневная театральная жизнь продолжается Казалось бы, еще два года назад и «Чайка эскиз» лишь планировалась к постановке А сегодня это один из лучших спектаклей первого русского Вновь выйти на сцену в образе чеховских персонажей всегда событие для ярославских актеров Этот спектакль интересен тем, что Марчелли в нем заложил вот это живое существование Все время это все новое Спектакль Евгения Марчелли полюбили не только сами артисты, но и многие зрители Причем как в Ярославле, так и далеко за его пределами Артем Петражицкий, Антон Комаров, День в событиях